Добрый день дорогие зрители телеканала Управда ТВ, это программа ГОСТ-студии, меня зовут Дарья Судрева. Сегодня у нас в гостях Максимилиан Бакиров, сертифицированный бизнес-тренер и эксперт в области коммуникации. Добрый день. День добрый. И Дмитрий Ломать, врач-психотерапевт для предпринимателей. Добрый день. Здравствуйте. В первую очередь хочу попросить вас немножко рассказать о себе. Максимилиан, я знаю, вы раньше больше практиковались и работали с семейными парами, вообще с парами, а сейчас я знаю бизнес, бизнес-тренер. Как занесло и почему немножечко поменяли специальность свою? На самом деле у меня, вот что касается бизнес-тематики из 2005 года, просто когда мы вот два года, я у вас в студии был, мы делали совместный проект с ЗАГСом тогда, конфликтология. Вот. А так как коммуникация, что в бизнесе, что в семье, в принципе, на самом деле, инструменты одни и те же, просто сейчас мы решили, чтобы вот этот вот проект, вот как в ЗАГСе, он же хороший отклик получил, масштабировать не просто в рамках Ульяновска, а в рамках страны. И мы вот приехали открывать тренинг-центр федеральный, где как раз будут все направления сразу, и конфликтологии, и все, что связано с соцсетью безопасностью детей, важная история, половое воспитание детей, все, что касается здорового образа жизни самыми современными технологиями. Вот для этого мы приехали. Дмитрий, расскажите о себе тоже. На чем, может быть, делаете упор в своей работе? Акцент. Упор в своей работе я делаю на том, какие процессы идут в голове человека при принятии решений, достижении целей. И так как у нас очень много идет работы и с предпринимателями, и с родителями, и личностно с людьми, то я часто обучаю тренерский состав для того, чтобы они могли замечать некоторые вещи, которые только врачу могут быть видны. Ну вот вы уже проговорили, что приехали в Ульяновск открывать центр, тренинг-центр. Расскажите о нем подробнее, что он из себя будет представлять, может быть, сроки какие-то уже есть? Сроки есть. Тренинг-центр называется «Наследие». Это название нашей холдинговой компании. У нас очень интересный лозунг – это «Оставь свои следы в истории». На самом деле он такой глубокий. И мы хотим, чтобы те знания, которые в нем давались, давались на высочайшем уровне раз. Это были по-настоящему. Вот те знания, которые есть уже. У нас, к сожалению, есть очень много ресурсов, которых люди даже не знают. Сроки у нас очень простые. Где-то с 20 по 27 января в честь открытия тренинг-центра будет серия масштабных мероприятий. Там на 500, на 1000 человек смотрите за новостями, за соцсетями. Там будут как раз такие мероприятия связаны с интернет-безопасностью, соцсеть зависимости или гаджетозависимость детей, конфликтологии, еще какие-то тематики. То есть мы сейчас готовимся. Мы не спешим, мы сейчас готовимся. Нас очень многие бизнесы поддерживают, но масштабное такое открытие будет в конце января. Вы из Санкт-Петербурга. Расскажите, почему выбор Ульяновск в качестве площадки? Это все он. Да это все я. Я просто в самом Санкт-Петербурге про Ульяновск на самом деле узнал только после того, как познакомился с Максимилианом когда-то. И узнал, что Максимилиан из этого города. И было принято решение начинать именно отсюда. Ну как вам вообще Ульяновск? Мне нравится. По сравнению с Санкт-Петербургом здесь огромное количество солнца, улыбок, и это классно. Ну а как вообще, может быть, уже ульяновцы воспринимают идею открытия подобного центра? Есть уже наработки? Я так скажу. Мы сейчас общались больше с бизнесом на тему партнерских каких-то историй, чтобы мы им помогли в чем-то, они нам помогли в чем-то. Вот там в первую школу, мы пришли сразу же, я ее заканчивал. Меня что радует, что люди бизнеса, они очень хорошо откликаются. То есть у нас же нет задачи купить у кого-то что-то. Давайте мы вот возьмем, вот вам заплатим деньги, а вы про нас расскажете. Нет, то есть люди из разных бизнес-владельцев ресторанов, фитнес-центров, каких-то заводов, да, еще что-то, они понимают, что это реально важная тема. Они понимают, что да, надо что-то с этим делать. Потому что я говорю, я когда учился в 10 классе в первой школе, я слышал историю, что скоро будут уроки, где не только пестики и тычинки. Ой-ой-ой-ой-ой, и что у меня сын в 6 классе, ничего не изменилось. А информационная доступность, она сейчас настолько открытая, что непонятно, что видят наши дети и с какими посылами. Ну вот в новом центре все-таки будет упор сделан на взаимодействие с семьями, с детьми, с бизнесом, или вот как вот будет построена работа? Расскажи про направление, будет понятно сразу. Вот, давайте так, у нас сейчас будет два направления, весной планируем третье. Вот то, что мы планируем, это будет конфликтология. Там будет два направления, это конфликтология в семье и конфликтология в бизнесе. Так проще людям понимать, хотя на самом деле это одно и то же. То есть если ты умеешь нормально договариваться с женой, с мужем, с тещей, с братом, тебе будет очень просто то же самое сделать на работе. Второе направление, которое как раз будет уже запускаться после январьских праздников, это половое воспитание детей. Раз. Это работа со взрослыми. Мы не будем работать с детьми. Это важно. Мы работаем только со взрослыми. И давайте честно говорить, у нас взрослые с друг другом о сексе не могут договориться. Они не умеют. Что они ребенку-то расскажут? Только посмеются. Иди у папы спроси и все. Вот. Второе направление, это интернет-безопасность и гаджетозависимость. И опять же со взрослыми. Давайте по-честному, да. Вы сколько времени проводите в телефонах? Я всегда говорю, сейчас зайдите в настройки, посмотрите экранное время. У вас волосы зашевелятся, сколько вы часов в день вот в этих соцсетях тратите. И первое направление, это про здоровый образ жизни. Это про то, как эмоциональный интеллект влияет на наши процессы. Это вот к Дмитрию больше. У нас огромное количество людей, они что-то едят, не едят. Что-то делают, что-то не делают. Но они не понимают, как это с головой связано. Раз. И как это связано с тем, как на это влияет окружающие. Я вот такую фразу скажу, да. А вы подумайте, не всем людям выгодно ваше преображение. Далеко не всем выгодно, чтобы вы развивались и становились успешными. Вообще не всем. И когда люди это начинают понимать, они понимают, а что с этим делать? Я вроде хочу, а мне вот там муж, жена, что-то у них там какие-то свои переживания, родители там неосознанно. Да куда ты лезешь? Да живи ты как все. Это они там, там люди из телевизора. Да. А я-то знаю, что у меня совсем другая была история давным-давно. Я про нее немножко рассказывал. И если что-то делать, значит что? Можно оказаться в телевизоре легко. Есть ли уже какие-то наработки, кто будет проводить тренинги, какой-то состав преподавательский, так сказать? Больше тренерский, наверное. И мы сами готовим этих людей, передаем знания, тренируем, смотрим, проводим сертификации. Для того, чтобы мы были уверены, что человек, который выходит на группу, кому-то что-то рассказывает, он действительно готов справиться с любым вопросом, с любой ситуацией и довести человека до его результата. Я сейчас такую вещь скажу, у меня сегодня были переговоры интересные, чтобы у зрителей образ правильный сложился. Мне говорят, слушай, да как так-то? Неужели за 10 дней можно подготовить? Базовая подготовка идет 10 дней. Потом человек погружается в среду постоянного развития. И я вам сейчас расскажу такую вещь, она мне очень понравилась и людям тоже. Вот есть поговорка о учении, свет, не учение, тьма, знаниях, сила. И эта поговорка работала в другой стране. Эта страна называлась СССР. В ней люди учились и шли работать по профессии, применяли знания. Сейчас что происходит? Люди получают по 2 по 3 высших образования и идут работать вообще не по теме. Люди читают по 20-30 книг и потом ставят цель еще в следующем году, прочитают 2. Они учатся. Посещают тренинги, семинары, онлайн-марафон 1, 2, 3. И происходит горе от ума, слишком много знают. А мы знаем простые, четкие действия, как привести человека до результата. И мы наших тренеров обучаем именно этому. Мы говорим, нам не надо, чтобы ты знал много. Не надо. Вот что надо объяснить человеку. Все же просто. И сейчас вот, Дмитрий, расскажи, вот твоя стихия, с точки зрения мозга, почему на простые действия мозг нормально реагирует? Да, понятно, потому что чем проще какие-то действия, которые нужно делать человеку, тем меньше сопротивления. Потому что организм – это же энергооберегающая система. И тут главное не напрячься, лишнее действие, подумать, что-то сделать особо новое. Но это сразу идет отторжение. Именно поэтому люди не получают каких-то результатов. Они куда-то вписываются в какие-то обучения и не проходят их даже оплаченные, еще что-то. И мы настолько упростили по действиям, что любой человек справится. Вот по какому принципу будет построено, может быть, вот это вот обучение 10-дневное, да, как вы сказали? Каждый день человек приходит в центр. Как вот это вот проходит? Мы про разные вещи говорим. Да, да, да. В этом тренерский состав проходит обучение закрытое. Нет, я имею в виду, когда уже центр откроется. Когда центр откроется, там будет расписание, будет три варианта. Это группа выходного дня, суббота, воскресенье, допустим, с 11 до 5. Вот, это вечерние группы, допустим, вторник, вечер, среда, четверг. И вот мы сейчас общались, уже у нас есть первые заявки, вот, есть мамочки с детьми, вот. И очень многим интересно утром. Вот, и будут утренние группы. То есть мы сейчас формируем, мы же про людей, то есть мы очень активно сейчас общаемся со всеми, спрашиваем, а вам как бы хотелось? Мне бы вот так. Окей, значит, будет вот так. Вам сколько? Ну вот три часа хорошо, четыре уже много. Ну вот лично. Особенно вот сфера мамочки с детьми. Там для них отдельные будут условия определенные. Есть уже точка опора, где будет находиться адрес здания? Адрес, я не помню, это север, это район гарнизонного магазина. Прям в пяти минут. Вот там, короче, сейчас объясню. Около сквера прям. За гарнизонным магазином параллельно Волге идет сквер. Уже забыл, как называется. Вот там прям рядышком, чтобы можно было выйти на 15 минут, когда подышать воздухом, посмотреть на Волгу. Там все продумано. Ну вот вы уже затронули тему гаджетов, то, что люди, и дети, и взрослые постоянно в соцсетях зависают. Можете, приглашая людей в центр, дать совет нашим зрителям, телезрителям, как все-таки отвлечь ребенка от гаджетов и, может быть, взрослого? А вы уже ответ сказали. Посмотрю передачу. Вы же ответ сказали. Самое главное. Отвлечь. Как? Вот. У нас какой-то момент происходит. Родители запрещают. То есть, не делай так. А мозг как работает? Если ему говорят, не делай так, ему надо сказать, а что делать взамен? Это раз. Вторая – это история. Очень сложно про что-то говорить, когда ты сам это делаешь. На личном примере. Да. Дмитрий, когда вы спали в квартале, он объяснял, что, поверьте, ну, ребенок даже год, два, три, да даже месяц – это человек, который вообще соображает, что происходит. На своем уровне соображает. И когда он видит, что мама радуется лайку, убери телефон, и ребенок что думает? Я не понял. Почему мне нельзя радоваться? Почему мне нельзя радоваться? Ну, и что происходит? Я хочу быть взрослый, как мама. Мама в телефоне, и я в телефоне. Я селфи, и я селфи. А потом у нас происходят вот эти вот, знаете, ненастоящие ценности. У меня много лайков, я хорошая, мало лайков, я плохая. У нее много лайков, она красивая, а я страшная, у меня лайков нету. Что со мной не так? Взрослые даже этого не понимают. Причем со взрослыми то же самое происходит. Что такое? Что, мне лайков мало поставили? Наверное, фотка плохая. Сейчас, сейчас… Сейчас удалю и поставлю. Да, да, да. И ключевой ответ – отвлечь. Ребенка надо отвлечь. Причем отвлечь таким образом, чтобы те действия, которые ему предлагали, они были настолько же интересны. Не просто там, ты сидишь в ВКонтакте, не сиди, иди читай Тома Сойера, который человек, например, ему сейчас не заходит. Нужно вот очень тонко понимать, что нет задачи запретить, а есть задача научить по-другому ребенка. Вот, вот Дмитрий сказал ключевую вещь, да. У нас задача не запретить, да. Мы научим родителей обучить детей работать соцсетями. Ну, глупо запрещать ребенку Инстаграм. Это невозможно. Это то же самое, что просто сказать, телефоном пользоваться не будешь. Почему? Да потому что я вот в детстве был, жил без телефона. Ну, это интересная история, конечно. В там, в 18 веке вообще все было по-другому. Ну, давайте то же самое делать. Надо научить, объяснить, что такое соцсети. Для чего они вообще созданы. И что на самом деле в этом мире происходит. Вот и все. И когда ребенок поймет, ему понятно станет. Ну, конечно, по такому принципу не только соцсети, а все. Абсолютно все. Абсолютно. Интернет, то же самое. И получается, что на самом деле тренинг-центр для родителей. То есть родители должны без детей приходить? Не надо, не надо. Без, конечно. Без. Мало ли. Нет, мы не будем работать с детьми, потому что мы выступали в первой школе. К нам подошли и сказали, вот это бы если бы еще родители знали. Мы говорили про ответственность. Я говорю, ну вот сделаем так, чтобы родители узнали. А мы простые вещи говорили про ответственность. Ну вот в завершении нашего разговора, да, вы уже рассказали, что открывается Большой Центр. Можно быть еще какие-то планы на следующий весь сезон 2020 озвучите, пожалуйста, поделитесь. Следующее направление. Опять я нул. Ну, конечно. Дмитрий сегодня так складно рассказывает. Вот. У нас будут в этом году открыты четыре направления, я думаю. Первое – это все, что касается физиологии тела. В частности, там управление весом, понимание физиологии и психологии. Это все, что касается эмоционального интеллекта и как выстраивать рамки и границы с окружающими. Второе направление – это вот я говорил половое воспитание детей, интернет, гаджеты, безопасность. Третье направление – конфликтология, бизнес. То есть вот четвертое направление – это, скорее всего, будет сексология. Опять же для взрослых. Почему? Потому что половое воспитание детей, оно напрямую связано с тем, что происходит у взрослых. И, к сожалению, у нас сейчас вот поколение 70-ники, 80-ники, 90-ники, ну очень много людей, которые, ну вот, они с какими-то странными убеждениями выросли. У нас поэтому вот эта ниша в России настолько гиперпопулярна, вот эти все тренинги. Вот, и мы туда привлечем лучших специалистов России и СНГ. И мы эти программы сейчас готовим. То есть почему мы их готовим? Потому что мы их делаем понятными. Ну очень часто специалисты, профессора, ну они классные. Но там даже нам очень сложно разобраться. А уж обычным людям они совсем голову поломают. И мы сейчас эту программу адаптируем, чтобы было понятно. Вот раз, два, три, ребята, делайте. Они, а, ну все понятно. Дмитрий? Полностью поддерживал. Спасибо. Спасибо большое за приятный диалог. Надеюсь, мы еще с вами встретимся. И вы уже расскажете подробнее о центре и направлениях, которые поделитесь успехами. Обязательно. Спасибо. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу. Следите за нашими новостями. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok